Приветствую всех, вы смотрите канал Апрель, с вами Юлия Кулешова и в этом выпуске, наконец, озвучены действительно важные функции депутатов местных кенешей. Спасибо Садыру Джапарову. Также спасибо за создание особо равных возможностей для избранных. Не то чтобы в адекватности реформ, проводимых в сфере образования, приходилось в последнее время сильно сомневаться. Но теперь как никогда актуально образование ваших детей в ваших руках и кошельках. Жизнь-то налаживается. И Акчабар, и больше не нищая страна уж кому как не министрам знать. А то, что продукты подорожали, так это... пенсии же подросли, чего в самом деле негативите. Садыр Джапаров сделал обращение к народу. Призвал не вестись на слова, а обращать внимание на действия. И выбирать достойных и прогрессивных кандидатов на предстоящих выборах в местные кенеши. Но потому что этим кандидатам потом пять лет депутатами быть и тоже выбор делать. Еще один важный момент. Депутаты местных кенеши, избранные 17 ноября, будут выбирать делегатов из своих регионов для участия в предстоящем народном Курултае. Роль депутатов местных кенеши крайне важна, поскольку именно на Курултае обсуждаются важные проблемы регионов. Выборы в местные кенеши пройдут 17 ноября. Около 40 партий выдвинули более 5000 кандидатов. Только на печать избирательных бюллетеней ЦИК потратит почти 20 миллионов сомов. Всего же на подготовку и проведение выборов депутатов местных кенеши планируется потратить около 500 миллионов, то есть полмиллиарда сомов. А депутаты оказываются всего лишь инструмент для выбора делегатов Курултае, потому что именно на Курултае обсуждаются важные проблемы регионов. Если вы вдруг когда-нибудь чувствовали себя ненужным, подумайте о депутатах местных кенешей. В парламенте сегодня подняли проблему положения наших мигрантов в России. Депутат Мидер Алиев заявил, что хотя граждане Кыргызстана имеют более благоприятный режим работы в рамках Евразийского экономического союза, они тем не менее сталкиваются с рядом проблем. Согласно классификатору ЕЭЭК и Евразийской экономической комиссии, граждане Кыргызстанской республики не являются трудовыми мигрантами. Они являются трудящимися. В отличие от граждан других стран, которые не входят в ЕС, наши граждане намного в благоприятном режиме. И к великому сожалению, в ряде случаев со стороны работодателя в Российской Федерации, отдельных госорганов на местах, идет неполноценное понимание норм, заложенных в Евразийском экономическом союзе. Поэтому, уважаемый заместитель министра, я бы вас настоятельно хотел бы попросить в этом направлении усилить работу. Другой парламентарий Эмиль Токтошев сообщил о многочисленных жалобах от мигрантов в России, о нарушении их прав. Ужесточение миграционной политики – это нормально, ответил замглавы МИДа Алмаз Имангазиев, напомнив о теракте в московском Кроку-Сити-Холе. Каждая страна обязана обеспечить свою безопасность. МИД поднимал вопросы на всех уровнях. Мы несколько раз вызывали посла в МИД Крыгызской республики. Последний раз вопрос поднимался в Ереване. Наше посольство ведет работу. Это не только в отношении кыргызстанцев. Такие проверки касаются всех иностранных граждан. Это вопрос безопасности. Сотрудники ДИП-председательств выезжают на места. Вопрос под контролем. Асадар Джапаров дал очередное интервью государственному агентству Кабар. Ответил на другое свое интервью, которое он ранее дал российскому журналисту Павлу Зарубину. Ну, нормальная практика сначала сказать где-нибудь что-нибудь, а потом объяснять, что же сказал и почему. Речь об этом. Одни страны не скрывают, что они хотят, чтобы партнеры по СНГ от сотрудничества с Россией отказывались. Ну, так вот они говорят прямым текстом. Как вы относитесь к таким их заявлениям, к такой политике? Это, конечно, неправильно. Почему? Потому что я, когда езжу по Европе, по всей Европе, они говорят одно, но делают другое. Сами тоже есть европейские страны, которые входят в состав НАТО или в Европейский Союз. Они же сотрудничают с Россией, а нам они не должны, так говорит, указывать или просить, чтобы мы не сотрудничали с Россией или с СНГ. СНГ – это, сами знаете, все члены бывшего СССР, а мы, наоборот, со всеми должны сотрудничать. В интервью Кабару Садыр Джапаров пояснил, что с момента начала войны между Россией и Украиной западные страны продолжают осуждать Россию. И есть западные страны, которые просят нас не сотрудничать с Россией. Но мы не можем отказаться от сотрудничества, о чем говорим всегда открыто и честно. Наш товарооборот с Россией превышает 4 миллиарда долларов. Да, и выбора у нас особого нет, потому что мы, цитирую, в тупиковой стране географически. Наши автомобильные и железнодорожные пути к миру проходят через Россию. И мигранты наши там. Как мы можем не сотрудничать с Россией? К тому же вы сами, некоторые страны Евросоюза, несмотря на санкции, продолжаете работать с Россией. Ваш торговый оборот с Россией достигает 6 миллиардов долларов в год. Когда вам это нужно, вы спокойно сотрудничаете с Россией, а нам говорите «не сотрудничайте». Это несправедливое требование. Так, я прямо и отвечаю. Мы проводим многовекторную внешнюю политику, заявил Садыр Джапаров. Одинаково и на равноправной основе сотрудничаем с различными странами мира в обоюдных интересах. Но обходить санкции не помогаем. Конечно, как член ООН мы не работаем с санкционными товарами, попавшими под ограничения против России. Поэтому нам не могут предъявить никаких претензий по этому вопросу. Никаких подозрений нет и быть не может. Это, видимо, просто ненависть к России. В июне этого года сообщалось, что три кыргызстанские компании попали под западные санкции. В августе еще две. Но официально на государственном уровне мы, разумеется, не помогаем обходить санкции. Все равны, но выпускники президентского лицея Аклман равнее. В парламенте рассматривают законопроект о преимуществах для выпускников этого лицея при поступлении в ВУЗ и включении в резерв кадров при трудоустройстве. Более равные возможности предусмотрены также для обладателей президентской стипендии Олюмиту. Тоже в резерв госкадров и покрытие стоимости обучения из госбюджета в случае, если обучение в выбранном ВУЗе окажется дороже, выше предусмотренного грантом. Это привилегированное положение одних и нарушение пятой статьи Конституции о равном праве на образование, заявила парламентарий Гуля Коджакулова. Здесь вы в своей справке об основании пишете о том, что именно лицеисты, которые будут обучаться в Аклмана, не будут получать качественное государственное образование. А что у нас другие ВУЗы не получают или школы не получают качественное государственное образование, которое гарантируется вообще законом? Что за написание, вообще техника написания законопроекта? То мы вообще отменяем понятие лицеев, гимназии. Для чего? Для того, чтобы всех уравнять. А здесь мы что хотим сделать? Мы здесь не уравниваем. Почему так? Ну давайте вот на самом деле, пятая статья от закона об образовании, там где написано, все имеют равное право на получение гарантированного качественного образования в Кыргызстане. А здесь вот у нас более качественно получается и у них должны быть привилегии. Если вопрос в Конституции, я повторяю, здесь нет противоречия государства, определяя спецификацию механизма приема на работу. Если есть вопрос в Конституционности, то у всех есть право после поступления в силу подать в Конституционный суд, к примеру. Но повторюсь, этот механизм действует уже в отношении парламента, в отношении администрации президента, в отношении пресс-секретарей и многих других категорий. Во разных странах, в том числе в Кыргызстане. Спасибо. Спасибо. Как так выпускники президентского лицея не смогут сдать госэкзамен? Неужели в таком престижном лицее, как Аккалман, есть ученики с низкой успеваемостью? Получается, мы выплачиваем стипендии тем, кто не справляется с учебной программой? Если выпускники этого лицея не могут сдать экзамен на государственную службу, то зачем предлагать им особые условия? Это выглядит так, будто мы хотим освободить их от ответственности. Ведь государство вкладывает в них немалые средства. По моему мнению, выпускники Аккалмана должны легко справляться с любыми экзаменами и не бояться конкуренции. Создается впечатление, что их уровень знаний настолько низок, что мы вынуждены идти на уступки, чтобы не ставить их в неловкое положение. Выпускники Аккалмана внесут свой вклад в развитие страны, независимо от того, где они будут работать, ответил министр юстиции Аяз Баэтов. Так это, если не такие крутуши, то зачем преференции опять же? Опять непонятно, мы что, выращиваем там породистых, выразил недоумение Исхак Масалиев. Подобные льготы создают неравные условия для других выпускников вузов и противоречат принципам справедливости. Вы принимаете слишком поспешное решение, внося в законопроект учреждение, которое еще толком не показало себя. Вы убираете статусы лицеев и гимназий, чтобы все были равны, но при этом даете преимущество выпускникам этой школы. Как сказал на прошлой неделе министр юстиции Аяз Баэтов, ну, хорошие специалисты не хотят проходить отборочный конкурс. Да и трудно проходить этот конкурс, поэтому надо зачисление в резерв кадров сразу без конкурса. И преференции при поступлении в вузы, и вообще, ну, видимо, работать над созданием равных условий при прохождении на госслужбу совсем не вариант. Слишком сложно. Поэтому вот так закрепление более равных. Противоречия? Не, не видно. Честно я вам хочу сказать, я, конечно, не удовлетворена ответом как министра юстиции. Я думала, что это будет более правовой, да, ответ с ссылкой на конституцию. Еще на этом же заседании парламентарий Кундузбек Сулайманов высказал предположение, что если бы министр образования проходила сегодня тест на должность директора какой-нибудь школы, то она бы его не прошла. С подбором слов по поводу того, как написан законопроект о президентском лицее и о противоречиях министра образования затруднилась парламентарий Гуля Кучакулова. Но ее снова попытались заверить, что нет, никаких противоречий лицеи и гимназии ликвидированы в рамках создания равных условий для всех неизбранных. А для избранных у нас и лицей, и преференции. Нет, никаких противоречий, вам все кажется. Доктор Гуляим, скажите, пожалуйста, вот вы разработали новое положение о том, что у нас теперь в Кыргызстане не будет гимназии, лицеев, то есть школ с особым статусом. А когда вы разрабатывали данное положение, вы учитывали о том, что президентский лицей, он так и называется лицей, имеет особый статус. Вы не противоречите вообще политике президента? Здесь нет противоречий, потому что создается указом президента. Мы создадим еще около 10 школ, мы дадим им особый статус указом Кабмина. Я вообще, конечно, удивляюсь вам, доктор Гуляим, вы на самом деле очень красиво говорите, да, но настолько-столько противоречий вы человек с высшим образованием, вы руководитель, руководитель, являетесь именно образовательным таким министерством, да, там где должно быть. И у вас в вашем подчинении еще целая академия наук, и вы вот так сами себе противоречите, вот пытаетесь вот выйти и туда, и сюда, но нельзя, знаете, быть добрым и ласковым для всех, понимаете? Здесь вы явно противоречите, но вы не хотите это признать, надо же тоже признавать свои ошибки. Или переименуйте, или отмените свое, то постановление и то положение, которое вы разработали, там где уже 11 школ ликвидированы в том плане, что не имеют статуса лицея. Гимназии тоже не имеют, но у нас в закон вы вносите, вы вот эти вот противоречия министра юзицы, как вы на это смотрите? Ну так же нельзя вообще писать в законе. Уважаемая Гуляя Кутуловна, вы знаете, я очень уважаю ваше мнение, если по юридической части мы во втором чтении готовы будем доработать. Касательно противоречий, это предмет другого закона, если они имеются, мы готовы их тоже обсуждать по общей реформе. Ну прежде чем вносить, вы же все равно консультируете, вы же говорите президенту, правильно? Прежде чем президент подписывается, он же ссылается на ваше авторитетное мнение. Вы почему-то, ну как это нет, если ликвидировали лицеи, а сейчас президентский лицей, именно в статусе лицея он идет. Уважаемая Гуляя Кутуловна, на уровне закона были заложены основные принципы об образовании, которые принят парламентом. Мы сейчас не о принципах говорим, мы говорим о названии. Не все должно быть прописано в законе. Правильно. Большинство вопросов урегулируется под законным актом, вы всегда это говорите, я это поддерживаю. В данном случае вопрос создания спецмеханизмов, спецучреждений урегулирован под законным актом, который был на общественном обсуждении, который был в установленном порядке принят, и там заложен механизм создания спецучреждений со спецстатусом. Но там нету именно лицея. Каждый маленький вопрос не должен быть урегулирован в законе. Нормально так, подумаешь, проблема, маленький вопрос. И несмотря на все это, депутаты Джигурку Кенеша большинством одобрили законопроект в первом чтении. Только трое проголосовали против. Тем временем ситуацию вокруг объединения столичных школ номер 70 и номер 28 будет рассматривать генеральная прокуратура, сообщили кактусы медиа, члены инициативной группы родителей. Но пару месяцев назад школы объединили, как сказали в мэрии, для эффективного использования здания школ. 28-я была лицеем, но срок лицензии истек. 70-я пока гимназия, но, по словам родителей, в объединенной школе отменили дополнительные кружки и секции по гимназическому компоненту. И вот как министр образования комментировала еще в сентябре объединение 28-й и 70-й школ. По объединению школ номер 70 и 28 одна из причин пробок в городе, что некоторые родители отправляют ребенка в школу на другом конце города. Но если думать об удобстве детей, то детям лучше ходить в школу недалеко от дома, в которую они могут дойти пешком. Школы строят с учетом удобства для населения. Все школы учатся по одинаковой программе, по одним и тем же учебникам. Для гимназии не издают другие учебники и не готовят учителей отдельно. Некоторые родители стараются осуществить свои собственные мечты, принуждая ребенка к чему-либо. Но это большая психологическая и физиологическая нагрузка для ребенка. Поэтому будет лучше, если ваши дети будут учиться в школах по месту проживания. Мы не можем сказать, что та или иная школа лучше. Каждая школа прекрасна, если родители участвуют в образовательном процессе. Все. Да, это вот весь комментарий. Очень интересно, но лично мне не очень понятно. Но, видимо, я просто в Акалмане не училась, вот и не могу постигнуть всю глубину логики. К слову, об успеваемости учеников Акалмана. 95% учатся отлично, но только 20% завершили год с одними пятерками. Нет, даже пытаться не буду. Между тем, парламентарий Сита Тамбаев попросил министра отреагировать на обращение учителей школ Алламединского района. Пришло анонимное письмо от учителей школы в Алламединском районе. Они пишут, что готовы убирать территорию возле школы, но обязаны ли они убирать трассу? Разве местные органы власти не должны содержать трассы в чистоте и порядке? Мы готовы убирать территорию школы, но нас заставляют расчищать улицу Алма-Атинскую от объездной трассы до Чеханы-Минутка. Неужели местным жителям нельзя убирать свою территорию? Просим принять решение. Министр образования пообещала уточнить информацию и разобраться. А я вот думаю в свете вчерашнего законопроекта о клевете, одобренного парламентским комитетом по правопорядку. Если вдруг окажется, чисто гипотетически, что информация, озвученная депутатам, не соответствует действительности. Ну, мало ли. Министерство скажет, что учителей не заставляли, они сами добровольно вышли, потому что такие молодцы сознательные граждане. То вот если бы этот закон был уже совсем принят и подписан президентом, попали бы СМИ, распространившие слова депутата на 200 тысяч сомов. Зима опять пришла внезапно. Сегодня сразу несколько районов Бишкеки и Аше остались без света с утра и до самого вечера. Потому что ремонтные работы в целях подготовки энергообъектов к осенне-зимнему сезону. Вся информация о плановых отключениях на сайте НЭСК в соответствующем разделе. Ну и не только Бишкек и Ош местами без света, если вдруг что. Жители Наакадского района Ошской области и город Баткен сидят без света. Министр энергетики говорил, что готовых к зиме отключений не будет. Сегодня пошел первый снег, а в селах нет света. Прошу принять меры. Ну и позитив. В это воскресенье в Национальном музее изобразительных искусств имени Гопара Айтиева откроется выставка «Текстильное наследие. Курак. Переплетение женских историй». Экспозиция покажет переплетение традиций с современными художественными практиками и женский вклад в культуру и искусство Кыргызстана. Выставка продлится до 3 ноября. На этом у меня все. Новости читайте в нашем телеграм-канале Апрель ТВ и на наших страницах в Инстаграме и Фейсбуке. Всем добра. Пока. Мечтаете о стильной и функциональной кухне? На Лалафо вы найдете широкий выбор кухонной мебели. Столы, стулья, кухонные гарнитуры и многое другое. Создайте идеальное пространство для готовки и семейных посиделок. Вы найдете все.